Здравствуйте, я Антонио Сентено, основатель канала Realm and Real Style. Господа, сегодня мы поговорим, почему выражение лица важно, особенно для мужчин. И я дам вам 4 совета, которые сможете использовать, чтобы выглядеть более интеллигентно. Я прочитал об этом в одном исследовании, которое провел Карлов университет в Чехии в 2014 году. По-моему, Карл Эйснер, она говорила, что исследование показало, что об уровне интеллекта мужчин в основном можно судить по их выражению лица. Я понимаю, звучит безумно, что забавно, там не было никаких данных о том, что так можно судить и девушек. И я не говорю о форме вашего лица, это здесь неуместно, что действительно важно ваше выражение лица. Итак, они провели исследование, которое статистически показало уровень мужского интеллекта. Людям показывали фотографии, участвовало около тысячи студентов. Они смотрели на разные выражения лица и распределяли их по уровню IQ. И каждый из них повторялся снова и снова, что говорит о зависимости интеллекта и естественного выражения лица. Итак, что вы можете сделать? Это гораздо сложнее, чем выбрать одежду, ведь вы можете поработать со стилистом один день и преобразитесь, потратив всего немного денег на обновку гардероба. Но выражение лица основано на привычке и вещах, которые мы делаем. Плохая новость. Это потребует больше усилий. Хорошее? Если вы этим овладеете, вы начнете выглядеть более интеллектуальным. Итак, друзья, первое, что вы можете сделать, откройте глаза немного шире. И приподнимите брови вот так. Это не означает, что нужно идти к хирургу. Убедитесь, когда вы говорите, что открыли их полностью, но не как безумец, а достаточно, чтобы не щуриться. Одна вещь, с которой нужно быть осторожным, когда вы разговариваете с кем-то на солнце и щуритесь, они могут воспринять вас как менее интеллектуального человека. Вы можете быть умным парнем. Вы можете получить Нобелевскую премию. Но кто-то может воспринять вас менее интеллектуальным. И у вас могут возникнуть проблемы из-за неправильных суждений. Этот негатив мы в силах предупредить. Если вы будете с кем-то разговаривать на улице, помните о солнечных очках. Они произведут нейтральный эффект. Но это лучше, чем негативный эффект. Итак, снова. Откройте глаза, приподнимите брови. Это первое, что вам нужно сделать. Второе. Расслабьте нижнюю челюсть. У множества парней есть дурная привычка. Они щурятся и вместе с тем стискивают нижнюю челюсть. Не делайте этого, потренируйтесь. Если вы нашли эту привычку у себя, осознайте ее и попытайтесь расслабить нижнюю челюсть. Посмотрите на это упражнение. Я оставлю ссылку на целую статью, в которой описываю намного больше деталей. Там вы найдете несколько упражнений, которые вам помогут. Пункт номер три. Держите подбородок приподнятым. Не горбитесь, не смотрите на людей так. Вместо этого всегда старайтесь держать подбородок приподнятым. Это удлиняет ваше лицо и меняет угол, под которым большинство людей смотрят на вас. Если вы относительно низкий парень, может угол и не особо изменится. Но если вы немного выше или среднего роста, тогда в любом случае люди будут смотреть на немного вытянутый силуэт, что изменит выражение лица, чтобы восприниматься более интеллектуальным. Крайнее, что вы можете сделать, и возможно я говорил раньше, улыбайтесь. Благодаря улыбке вы станете более приятным, в любом случае более разумным. Итак, надеюсь, что вы нашли это видео полезным, друзья. Я оставлю ссылку на исследования в статье на Real Men Real Style. Загляните. Я люблю рассказывать про разные научные исследования, чтобы помочь вам, друзья, и как их использовать в жизни. Проживите свою жизнь, как вы хотите. Используйте имидж, чтобы достичь того, что вам нужно. Друзья, не забывайте, на Real Men Real Style вы можете скачать бесплатно мои книги и использовать всю информацию. Берегите себя. Увидимся в следующем видео. Пока. Продолжение следует...